В России появилась традиция. Все важные автомобильные новинки сначала показывают чиновника. Например, компактный кроссовер «И-Нева» от оборонного концерна «Алмаз-Антей» сперва показали новоиспеченному вице-премьеру, а по совместительству министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Причем не на Абуховском заводе в северной столице, где «Неву» разрабатывают в партнерстве с Петербургским политехом, а на молодом Нижегородском заводе имени «70-летие Победы». Впрочем, место производства «Невы» еще не определено. И от конвейера ходовой макет очень далек. Даже интерьер выполнен приблизительно, как и на прошлогодних фотографиях узнаваем, например, руль от «Шкоды». Технической информации мало. Платформа «Невы» позволяет поставить два электромотора общей мощностью до 435 сил. Также предусмотрен водородный вариант и гибриды с газовым двигателем. Параметры эти очень амбициозны, а потому логичны, что сроки воплощения не называются. Упомянутый петербургский политех разработал еще два проекта. Глубокую модернизацию «УАЗа Патриот», отложенную Солерсом по финансовым соображениям, и крохотную электрическую трехдверку «Кама-1». Причем заказчик последний, «КамАЗ», остался крайне недоволен работой. Поэтому «Кама-2» будет совсем другой. Как сообщает «Дром», разработчики готовят переднеприводный, переднемоторный и пятидверный хэтчбэк длиной 3 метра 75 сантиметров. Притом кузов будет не каркасно-панельным, а металлическим. Дизайн, по информации издания, нарисовала некая итальянская фирма. А вот шасси под двигателем мощностью от 95 до 130 сил проектируют своими силами. Кстати, недавно исполнительным директором «АОКАМА» стал Харальд Грюбель, ранее занимавший пост вице-президента «АвтоВАЗа» по инжинирингу. «Аурус» спешит успокоить. Работы над внедорожником «Комендант» движутся по плану. В Елабуге вовсю идут отладочные работы. Дата премьеры определится в ближайшие недели, а серийное производство развернется до конца года. Добавим, что «Комендант» опирается на ту же единую модульную платформу, на которой создан седан «Сенат». Компания отмечает, что большинство иностранных фирм не отказались от поставок комплектующих для «Аурусов». На некоторые затронутые санкциями позиции автопроизводитель нашел альтернативных поставщиков. Автопроизводитель «Аурусов»